Перезагрузка поколений. В Москве прошел первый всероссийский форум наставников. Его организатором выступила общественная организация объединения наставников при поддержке Росмолодежи и Центра Роспредприниматель. Собрать креативных молодых людей на одной площадке и помочь воплотить их идеи в жизнь. Такую цель ставили перед собой участники встречи. Вообще-то у наставничества на лбу написано «Я люблю людей». Вот если у наставничества на лбу написано «Я люблю достижения», «Я люблю результаты», «Я большой специалист по развитию технологий». Это великолепное наставничество, но оно не имеет никакого отношения к тому, чтобы человек стал человеком. Рассказать собравшимся о наставничестве и с разных ракурсов посмотреть на это явление. Спикеры на первом всероссийском форуме наставников со всех сторон освещали тему, делились историями из жизни. Ведь в этом и есть суть наставничества – передать коллегам опыт, дать полезный совет. 10 лет назад, 15 лет назад уже выходила на тех основных стейкхолдеров, в тех, к кому я стремилась для того, чтобы попасть в новое поле, в новую сферу деятельности, чтобы построить карьеру. Когда соединяются кипучие энергии молодости и опыт старших поколений, получается успешный союз. Такому тандему под силу практически всё. И собравшиеся на форуме могли в этом убедиться. Для молодых стартаперов возможности здесь, что называется, витали в воздухе. Ведь высокая вероятность завязать полезные знакомства – ещё один повод посещать подобные мероприятия. И это круглые столы со старшими товарищами. Буквально вчера я вернулся из Саратова, где один из наших молодых наставляемых, так сказать, нашёл в качестве наставника себе спикера Думы Саратова. Этот форум наставников – первый всероссийский. Кроме общих вопросов, здесь успели обсудить популяризацию этого явления и региональные практики его развития, а также презентовать проекты в этой области. Форум стал уникальной площадкой для выявления возможных форматов развития наставнической деятельности, а также интеграции международного опыта менторства при формировании кадрового резерва. Мария Лапчева, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Вы смотрите ЛРТ, а я Мария Лапчева. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!